Игровой канал Ивана Полиота представляет На моем пути Рижская была только первой остановкой Но дальше я должен был идти один Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых Говорят, водка делает храбрее Но мне было все так же страшно Зато я нашел нового попутчика Поначалу он мне очень не понравился Ну что ж, друзья мои, я вас приветствую Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Продолжаем играть в Метроан 2033 Вторая часть моего прохождения Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема Которому ни чудища, ни аномалии, ни почем За Артема! Ну за кого напит-то? За тебя только Черт, если бы не ты, пацан От нас бы мокрого пятна не осталось Тебе в пару медаль дать Медали нет, но есть патроны Держи Спасибо Твое здоровье! Это за то, что мы отстрелились в прошлой части в дрезине, я так понимаю За тебя! Бухаются сидят Блин, ты че, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяр Я непробиваемый до женщины Точно! Надо проверить Берри, непробиваемый За удачу и за Артема За тебя, Артем! Женщин как-то мало здесь в этой игре Во второй части, по-моему, там горзились это исправить Если я правильно все помню Рыгаешь после спиртяжки Интересно Так, ну что, хватаем патроны Ну что, ребятки, напомню В предыдущей части мы спаслись от набегающих на нас в туннеле монстров Который не понравился сходу этому товарищу Который нас сопровождал на дрезине Который, вернее, уснул там благополучно Вот, и... Мы сейчас... Давайте погуляем Посмотрим, что тут у нас Сменить музыку за один патрон Да нет, идите-ка вы нафиг В общем, мне хочется тратить за музыку один патрон Еврей 80-й левел, да? О, хитрюга Здорово, парни О, тетка сидит И патрон Патрончиков тут прилично разбросано Не гнушайтесь полазить по углам, пособирать А вот Турбовичок этот многозарядный И, к сожалению, пока нам сейчас будет недоступен Чуть позже Но, мне он, честно говоря, не очень понравился Но, я им попользуюсь Оружия здесь не то, чтобы прям мало Но и не так уж и много Двигай Хотя В условиях постапокалипсиса Дефицит Вполне объясним Так Чуть говорится, что мне не охота тратить Вот фильтр надо купить Воздушный И аптечек надо купить Потому что Разносит цель Динамит нам потом попадется Кинжальчик надо купить Для стелс-прохождения Потому что нам стелс-сить придется, друзья мои Стоит он, зараза, ножик Ну, штучек пятна Надо с собой Блин, жаба душ Вот фильтр бы Или аптечку Обезболивающее Адреналина Я так понимаю Отлично курс Подумаешь Так Обмен валюты Лучший курс У меня осталось только Два Теперь три патрона Зачем-то я продал От пистолета Хотя, в принципе Пока что Пока что на Такой, знаете, нужды В патронах Вообще на протяжении всей игры Ну, только ближе к концу Дефицит начнется реальный Потому что там Насколько я помню Еще из Первого раза Много первого прохождения Там очень Жестко Будут монстры атаковать И некогда Будут осматриваться Собирать все подряд Поэтому Да и отстреливаться Очень много придется Подумаешь Ну, сейчас пока Еще об этом рано Задумываться И успокоиться Поэтому давайте Походим пока Посмотрим Спокойненько О, ящик Блин, пустой Жалко Так Это у нас Рижская Да, смотрите Блин, класс Так сделали Вот колонны На Рижской Действительно Такие желтого цвета Очень похожи Станции Здесь метро Желто-красный Я даже сказал Эй, ты же умер В прошлой части А, конечно На пизиономе Здесь встречаться Одинаково будут частенько Так, вот Вспышечку получили Что дали патрончик О, шипзик Здорово Так, у вас тут что Продается что-то Нет, ничего Нет, не продается Обалдеть Так похожа Станция Слушайте Так круто Я, кстати Первый раз Когда играл Так особо Не всматривался Но не зря Московское метро Считается Архитектурным Достоянием Весь мир Приезжает на нее Посмотреть В других странах Конечно Там Намного все Проще Не скажу Что хуже Но У нас Все это дело Как-то так Приурочено К искусству Ни одна станция Друг на друга Не похожа У нас Все станции Разные Насколько я Правильно все помню Некоторые Реконструируете До сих пор О Чувачок Ты Артем? Тебя тут ищет Один человек Вот там В проулке Он такой большой Такой страшный И от него Нехорошо пахнет Если дашь мне пульку Я тебя к нему отведу Зачем тебе пулька? Но Дать нам ее придется Даже если у вас Пулик нету Вы можете ему дать Нажать Согласиться И Вам все равно Дадут вспышечку За это За добрые намерения Скажем так Давайте посмотрим О Смотрите Здесь короче Какие-то Трущебные Хижинки Отсыпаются Здесь Не трущебные Как Прям как Собачьи конуры С лежаками Там видите Больные Пьяные Жители Отдыхают Отдыхают Я уже говорил Да ребятки О Нашел Патрончики Я уже говорил Вам да Как мне нравится В этой игре Динамическое Освещение Просто потрясающе Сделано Еще этим конечно Хвастались Сталкеры Это уже конечно Не супер Прям передовая Но я могу сказать Что на сегодняшний день Даже Не каждая игра Отнюдь похвастаться Вот подобного Рода Плюхами Может Так что Всем рекомендую В эту игрушку Поиграть Кто Особенно Заморачивается Над графическими Всякими Приблудами Ну Действительно Очень глаз Радуется Вы видите Мрачная Такая Густая атмосфера И Приятно Приятно Кайфово Смотреть Разглядывать Интересно Прям хочется Каждый уголочек Каждую Песчинку Осмотреть Облапать Фу Какое Паршивое слово Так А что Нельзя сдвинуть Никак Так А я понял Сюда Потом надо будет Прийти С этим С бурбоном Мы его еще пока не встретили Он нас сюда приведет Ну Это я так пока заранее Честно говоря Облазил Просто на всякие пожарные Чтобы потом Нет Потому что потом начнется Все в тропях Он нас поведет Я начну Дергаться Туда-сюда О Параша Здравствуйте Смотрите В толчке патроны Вот это круто Не знал Выронил кто-то Когда ходил Так Давайте полазим По этим Поподоражим Потревожим Я бы даже сказал Сон Местных жителей Да Конечно Глуховскому Надо признаться Я Снимаю шляпу Удалось Догоняй Создать Такой мирок Этого Метро 2033 Такой Знаете Тоже Изолированный Сеттинг Изолированную Атмосферу Где Все люди Сплоченные И не сплоченные Воючие Другом Выживают Каждый На своей станции И на каждой станции Может происходить Тысячи тысяч Сюжетных Поворотов Которые Просто пища Для Дальнейшего Творчества Для Игростроения Для Этого Самого Для Книгописания Для Для Фильма Снимания Что-то Я тут Наворотил Не знаю А это Кухарки Что-ли Там Стоят Так Что-то Пацанчик Меня уже Напрягать Начинает Стоп А это Что-то Смотрите Это Наверное Комнат Для Ублажения Обалдеть Бутыльмана Стоят Все Что-ли Кина не будет Электричество Закончилось Правда Когда пойдем С Бурбоном По всем Этим Закоулкам Не будет Времени Разглядывать Все Это удовольствие Поэтому Я думаю Вы Мы Вы Ну просто Посмотрите На это Великое Обычные Коробки Деревянные Ну вот Прикольно Все Смотреть Свет Пропивающийся Сквозь Щелочки Всякие Все Это С таким Тчанием С такой Подойди А вот Бурбон Так Ну Сейчас Нет Надо Нам Отыграть Роль Надо Чтоб Нас Пацанчик Привел Вот Он Стоит Видите Хотя Конечно Сам Был Давно Нашел Не пришлось Патроны Давать Но Это Влияет Тоже На Концовку Насколько Я Помню В Каска Такой Смешной Малыш Детишки Тут Забавно Сделано Конечно В Сталкере Не было Ни Женщин Ни Детей А вот Здесь Уже Знаете Как Они Не Они Я думаю Это Естественно Сценарий Книга Продиктована Не от себя Тяну Разработчики Делают Но Движок Чувствуется Сталкеров Бурбон Придумать Бурбон Тоже Не страдают Отсутствия Воображения Я не знаю В книжке Было Я не читал Книжку Ребята Сразу Ночу Сказать Я Как То Это Все Современные Гелетристики Очень Далек Меня Тут Все Бурбоном Зовут И Ты Можешь Звать Слушай Пацанчик У меня Дельца Есть На Сухаревской А Эта Гребаная Станция Закрыта Но Меня Так Просто Не Закрыть Много Кто Пытался Короче Тут Есть Один Проход Местные Боятся Его Использовать Называют Проклятым Но Я Слышал Что Вся Эта Муть В Туннелях На Тебя Не Действует Да Ну Значит Тебе И Проклятый Ход Нипочем Короче Помоги Мне Добраться До Сухаревской А Я Тебе Калаш За Это Договорились Ну И Ладушки Калаш Мне Взад Вы Все Говно Таким Базарит Таким Сяво Сяво Такой Че Готов Слыш Я Да Нече Сидеть В этом Навозе Вшей Кормить Можно И В Более Гламурных Местах Вшей Кормить В Гламурных Местах Как Интересно Какой Интересный Епитет Получился Вшей Кормить В Более Гламурных Местах Просто Такие Литературные Этот Оборот Получился Да Ну Что Давайте Следовать За Бурбоном Сейчас Он Приведет К тому Ящику Который Я Пока Что Не Тяж Тяжкий Груз Такой Сява Такой Смотрите Так вот Что не хватает Этой игре Что Сталки Ей не хватает Такого Полноценного Вида Третьего Лица Для большего Получения Эстетического Удовольствия Лично На свой Вкус Естественно Это Вот Такого Же Вида Как Вот Чем На мой Взгляд Просто Такие Как Как бы Так Выразиться На мой Взгляд Просто Идеально Сделано В армии В операции Флэшпоинт И армии Таса Второй Третьей Самая Лесная Характеристика Которую Можно было Дать Бурбону Подозрительный Тип Идти С ним Вместе В заброшенный Туннель Глупо Говорил Я себе Но Что Мне оставалось Другого Пути С Рижской Не было Ну что ж Да Стартанули Мы Со станции Рижской С мирного Поселения Вот 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 Кикиморы Блин Кстати Очень Стремные Твари Поэтому Нам Представить С ними Столкнуться Но Чуть Позже В общем Начинается С этого Момента Наш Такой Знаете Я бы Сказал Очень Даже Длинное Путешествие До Полиса И Такой Первый Наш Провожатый Полноценный С которым Нам предстоит Походить Не на брезине Кататься А вот Походить Это Бурбон Да Я Повторюсь Книжку Не читал Так Сейчас Полтает Слышишь Слыхал Истории Про Поющие Трубы Говорят Если Приложить Ухо К Трубам И Прислушиваться Можно Чисто Услышать Голоса Мертвецов Херня Правда Фигня Правда Да Это дырка Кстати Откуда Кикимора Вылазит Так Вот Сюда Можно Забежать Это Локация Дополнительная Что называется Ну как Дополнительная Здесь В общем Нычка Нычка Есть Вот Эти Кикимора Здесь Тусуются Ошибся Я сказал Сказав Что Не сейчас Нам с ними Именно сейчас С ними Придется Слышнуться Но Бурбон Скотина С нами Не пошел Кстати Гранат Можно Гранат Сюда Швырнуть Динамитную Шашку Вернее Это не Граната Я Кренки Буду Называть Все Так Они Э А где Второй Ой Ох ты Скотина Как Вот Видите Они По этим Туннелям Лазают И Нападают От вас Могут Напасть На вас Из Неожиданного Места Поэтому Близко Старайтесь Не подходить К этим Дырочкам Потому Что Тю-тю Тю-ть Может С вами Произойти Нехорошие Всяческие Вещи Так Я Раньше Почему-то Раньше Да и Сейчас До сих Пор Обладаю Не тоже Обладаю А Просто Так Меня Доровит Туда Бросить Шашку Эту Динамитную Чтобы Якобы Завалить Этот Туннель Так Я там По-моему Патроны Не взял Возможно Что Я уже Их Не возьму Что Я Проглядел Этот Момент Ну Уж Да Ребятки Извиняйте Не все Я Знаете Когда сидишь Комментируешь Уже После Записи Естественно В глаза Бросается Или Когда Смотришь Просто Чье-то Там Прохожение Своё Чье-то В глаза Естественно Бросается Больше Потому Что Ты В расслабленном Положении Пропустила Там Валялись Патроны К сожалению Да Мой Косячок И таких Косячков Будет Здесь Потому Что Здесь Ну Невозможно Все Углядеть Все Это Очень Мелко Нарисовано Очень Много Мест Здесь Есть Которые Можно Осмотреть Несмотря На то Что Игра Весьма Линейна Нет Такой Вариативности Как в Том Ж самом Сталкере Нет Таких Больших Локаций Хотя Есть Будут Но Все Достаточно Линейно И Очень Мало Интерактивно Здесь Все Но При Всем При Этом Дайте Маленькие Патрончики Валяются Повсюду Блин Испрятано Так Что Ого Узнаю Почерк Третьяковских А Ганза Все Грозится С ними Покончить Так Теперь Будь На Стреме Они По Беспределу Выступают Да Базариться Не Удастся Базариться Не Удастся Шухер У них Древняя Как мир И Простая Как Сатиновые Трусы Ну Работаем Смотри Не Задень Банки Так Кстати Надо Бы Аккуратней С банками А то Поднимется Тревога Ну Это Тоже Я думаю На Будущее Хотя Нам Сейчас Предстоит Столкнуться С Более Опасным Врагом Чем На самом Деле Монстр Это Люди В Этой Игре Ну Мне Так Лично Показалось Потому Что Они Действуют Не количеством А качеством То есть Искусственный Интерес Конечно Так себе Но Иногда Иногда При Неблагоприятных Обстоятельствах Могут Могут Вам Хлопот 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 Доставить Так Эта комната Пустая Я так понимаю Но Я где-то читал То ли Википедии Что Что В какой-то Из локаций Можно Услышать Детский Разговор Какой-то Эхо Детское О котором Только что Бурбон Говорил Но Как показывает Практика Видите Световраки Каки А может Это чуть позже Будет Потому что Позже Нам точно Будут всякие Голоса Слышатся И не один раз Давайте Аккуратненько Сейчас Тихо Проберемся Достаточно Темно Будет Сейчас Потому что Да Потому что Нас Выдаст И свет Фонаря И шум Любой Поэтому Да Знаю А прибор Начну Увидеть К сожалению У нас Пока что Еще Нет Так Вот Еще И Надо Сказать Как я Сказал Чуть Раньше Надо Сказать Как я Сказал Люди Как враги Очень и очень Серьезно Опасно Для нас Представляют Вот Застрелят Два Выстрела У нас Нету Ни брони Даже Если Она И здесь Есть Броня Она Будет У нас Чуть Позже Она Не особо Нас Будет Спасать Потому что Как бы Здесь Все Как в Жизни Типа Сталкер Хардкор И все Такое У нас Гости Кажется Ты Давай В угол Заныкайся И смотри Как Профи Профи Ну-ка Давайте Пока Еще Можно Сейчас Первое Будет Разменя На Знаток Опа Так Видите Ножечки Можно Было Особо Не Покупать Но На Всякий Пожарный Потому что На Всякий Пожарный Необходимо Иметь Больше Чем Один Ножик Потому что Иногда Их там Больше Чем Один Один Нож Нож И Нож Нужно Выруг Прям Сходу Раз Два Три Что Называется За Секунду Успевать Щелкать Прицеливаться Ножом Достаточно Сложно как ориентир на ножах в левой руке дырочка на кончике. Это где-то в середине экрана. Видите, символизируйте. Если брать чуть повыше, то будет прям точно посередине экрана. Так что, ну это я лично так для себя. Так, вот идет первый товарищ. Хопа. Рубим его здесь. Здесь его больше никто не услышит. Снимаем с него патроны. Кстати, очень прикольная фишка со сбором патронов. Что в сталкере, что в этой игре. Особенно в сталкере мне это очень нравилось. То есть ограниченность именно амуниции обусловилась вашим умением переносить все более и более тяжелый вес. Вот. И это создавало тоже определенную, скажем так, определенный реализм придавал игре. Так, аккуратно. К этим, этих, покрест, еще двое стоят. Их надо тоже поаккуратненькому. Вот один. Я надеюсь, вам все видно, ребятки. Ух ты, он с одного этого не умер. Вот скотина. Фух, слава богу, кипиш не поднялся. Тут очень, на самом деле, система стелса кривоватая, мягко говоря. Вот, если вас кто-то услышал, кипишнул, то кипиш сразу у всех поднимается. В общем, с этими друзьями разбираемся гранатой. Ой, еще один тут побежал. Вот так-то, в общем, все просто, в принципе, получается. Даже потратил два пистолетных патрона. Ну, потому что этот зараза подбежал ко мне и норовил меня уже подстрелить. Хотя я, правда, не уверен, что он меня увидел. Гранат можно восполнить, собрав наших товарищей убитых. Хорош так. Так, но на самом деле это еще не все. Это не все враги на этой локации. Там чуть дальше будут сейчас еще трое или двое. Пока соберите. Соберем мы патрончики. Вот. А по поводу стелса, да. Стелс здесь очень корявый. Очень как-то все здесь странно работает. Но мы с этим еще столкнемся позже. При этом, при всем, если вас заметили, вы можете хоть прятаться в другой как-то комнате. Все будут знать, где вы именно находитесь. и будут простреливать вас отовсюду. Так, вот еще одна локация. Следующая за дверью. Аккуратненько открываем дверь. И потихонечку проходим, проходим, вырубаем свет. Бам. Видите, он нас уже ждет. То есть он знал, что мы здесь Опа. Успел пострелить. Знал, что мы сейчас откроем дверь. Без того, чтобы самим сюда выбежать. Как в реальной жизни бы сделали это. О, еще и спиной там все. Так, значит, того я не подстрелил. Сейчас подстрелил. Хорошо. Трое здесь оказывается было. Получил я пару выстрелов. Но ХП, кстати, здесь тоже само восстанавливается. Адреналин нам нужен лишь на момент боя. Если вас сильно ранили в самом бою, вот, не гнушайтесь им пользоваться, потому что там каждый укус, каждый выстрел он может создать фатальным. Так, что это такое? Это фонарик, который, в принципе, нам не нужен. Стелсом я пробовал эту комнату точно никак не пройти, потому что в предыдущей комнате вы не убьете просто четверых врагов незаметно. Вот. только гранатой можно, ну или отстрелять из пистолета. Но в любом случае кипиш поднимется. Так, ну что, Бурбаняу, давай, веди нас дальше. Или мне надо самому нажать, да, надо самому дверь толкнуть. Ну что, могу вас поздравить с прохождением первой локации сложной, с людьми. Дальше, правда, очень сложно будет. Я думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ, но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Мост, чисто стрёмное место подзачит. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся ну хорошо. Ой-ой-ой. Что это за кипиш такой? Летучие мыши. Так. Вот так вот, говорю, хочется по углам все эти нычки разглядывать, но, к сожалению, здесь особого результата не увидите. Сейчас нас ожидает... О! Фильтр. Сейчас нас ожидает схватки... Ожидают, я бы даже сказал, схватки с монстрами. Соберите патроны, приготовьте... дробовичок свой, двуствольный. Ну, как дробовичок. И дворец дробовичок. Шотган. Я буду звать шотган. Выстреливать шотами. Перепорядиваем. Отлично. Все, понеслась. Папаня. Ой, а не сзади еще. Ёшкинку. Ой-ой-ой. А я... Стреляет этот дуплет правой-левой кнопкой мышки, так что будьте осторожны. Вот. Отстреливайте лучше сразу оба патрона. Не стреляйте. Я просто поначалу стрелял... Выстрелю один. Думал... Продумал, что он сразу дуплетом бьет. Выстрелю один левой, скажем так, кнопкой мышки. Левой ствол. И сразу на перезарядку иду. Что... Существенно просто ограничивало мою скорострельность. И убойность. Так. О! Я удачно здесь забрел. Смотрите, сколько всего интересного здесь валяется. Ну да, в начальных локациях все с... Патронами все более-менее обстоит не кисло. Такого прям... Серьезного нехвата нет. Вот еще. А вот это... Вот этот ящичек с куколками. Он, да. Его если открыть и нажать на куколку, вы получите вспышечку. Это вспышечка. Я уже сбился, какая у нас по счету. И сколько их на каждой локации, я тоже хрен его знает. Может быть, кто-то и считал. Вот сейчас можно еще одну будет вспышку получить. Это боевая тресина ганза. Ганза, надо так назвать. Гангста. Но лучше не высовываться. Шапочка классная у Бурбона. Блин, а у него крутой этот многозарядный дробовичман. Вот, видите, вспышечку дали. Спасибо, папа. Спасибо тебе. Голосок такой, босявый у него. Сейчас я вам всем тут на пику почки опущу. Так. Ой-ой-ой, откуда ты взялся-то? Я же вас... Бурбон, ты же сказал, что все в порядке. Помогите. Блин, видите, нападают сволочи. Из темени. А у меня еще фонарь, по-моему, не заряженный. Да, надо как-то не до этого, правда, сейчас фонарь заряжать. Давайте уж пройдешь. Как ты через Бурбон это прошел, гад? Видите, или это, наверное, просто такой скриптовый момент. Иногда он, падла, напрыгивает. Вот так вот. И приходится очень часто нажимать на кнопочку Е. Тогда он ножом убивает. Экономит, правда, на патроны, но... Может сложиться так, что это будет фатальный на вас прыжок. Со стороны монстра. Потому что если вы уже покоцанный там, изрядный, или уже... Или же... Да даже если не покоцанный. Хрен его знает. Лучше не рисковать, короче. Бурбон, ты где есть-то? Так, вот какое-то тоже место с нычкой. О, как. Жутко, жутко, жутко. Давайте залезаем обратно наверх. Но монстры вроде, слава богу, не спавнятся бесконечно. Так, и куда нам идти? Что-то я не понял. Так, сюда что ли? В вагон? Да, в вагон. Смотрите-ка. Здесь ничего не валяется. Опа. Ух ты. Ой, а я помню, что у меня этот вагон как-то упал. Свалился. Или это надо было вдвоем с бурбоном это надо было стоять в этом вагоне, чтобы он свалился. Потому что бурбон-то раньше спрыгнул. Или это не этот вагон, не помню уже, короче. О, бежит, 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 бежит. Гнида. А, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Фу. Сволочные монстры какие, а. Тебе, посмотри, опять он здесь как будто вылез. Меня аж прям щекотит. Так вот, мы уже почти подбежали. Да, слушайте, странно, что не свалился в вагон-то. Вагон должен был свалиться. Ну ладно, не свалился, не свалился. Просто красивее бы смотрелось. Обрушение тоннеля, мать-ю. Мать-ю. Такая лестничка красивая рядом. Засада зуба. Ну и хрен бы с ним. Со мной! Так, вот здесь вот у меня немножечко, ребятки, лагануло записью. Поэтому пришлось прервать ненадолго. Но ничего такого не пропустили. Просто брубом подошел к какой-то там, к какому-то рычагу, начал его накручивать. И тут в какой-то момент на нас напали монстры. Я тут отсиделся в потемках. Но один сволочь меня все-таки заметил. Я успел обратить внимание на его тень. Ну, кто зарядил фонарик свой? Фонарик тут надо регулярно заряжать. Да-да-да, напоминаю. Что, в принципе, тоже отвечает за реализм. В какой-то степени. Ну, хотя бы оправдывает его вечное горение. Что, кстати, в других игрушках, ну, не в других, а в некоторых, не особо-то и учтено. Так, брубон пошел этим путем, да. За ним монстры погнались. Но растяжку почему-то не сорвали. Но он их вручную перебил. Друзья мои, я думаю, на этом пора прощаться. В катакомбах мы попутешествуем уже в следующей части, в третьей. Я надеюсь, что вам все понравилось. Да, смотрите, он их всех перебил здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был Фэллиот. До новых встреч. Всем большое пока. Субтитры подогнал «Симон»